Привет! Сегодня мне на почту пришло письмо, буквально совсем недавно, от Акшуры. В нем было сказано, что мы рады анонсировать бета-версию 11 Акшуры. Теперь она доступна со всеми новыми функциями для быстрого и более функционального прототипирования. Она бесплатна для всех, до тех пор, пока не выйдет из беты. И вот перечень новых функций, которые можно изучить в Акшуре 11. Разумеется, я сразу же перешел по ссылке в письме на сайт, где увидел перечень новых функций и кнопочку «Скачать Акшуру rp11beta». Разумеется, я ее сразу же скачал, установил себе, проверил, что там за новые функции, немножечко их изучил, и сейчас с вами всем этим делом поделюсь. Меня зовут Егор Камелев, я проектировщик интерфейсов и основатель компании Проекторат. А теперь поехали. Первая функция — это ввели такую штуку, что мы нажимаем на слэш и получаем быстрый доступ ко всем виджетам и стилям. По мне, очень удобная штука, потому что если мне надо вытащить какие-то виджеты из левой панельки, я это делаю, переключаясь с клавиатуры на мышку и обратно. А теперь я могу это делать значительно быстрее, нажав, допустим, слэш. Если я хочу вытащить виджет с прямоугольником, я набираю «бокс», и вот он у меня появляется. Появляется он прямо посередине экрана, насколько я понимаю. Допустим, слэш, лейбл. Вот у меня лейбл. Слэш, primary button. Очень удобно. Функция классная. Я уверен, что в Figma такая есть, поэтому... Вообще в этом обзоре я чувствую многие функции, они уже давно живут и здравствуют в Figma, и Акшура постепенно пытается часть этого рынка захватывать. Не знаю, насколько это хорошая идея. В общем, функция удобная, зачет мне пригодится. Идем дальше. Галерея. Появилась возможность просмотра всех страниц и компонентов в виде галереи. Да, узнаете такой вид отображения? Вот я жму на кнопочку G. Та-дам! Мы вот это вот дерево страниц, мне привычное в Акшуре слева, видим в виде такого набора картинок, фреймов. В том числе здесь есть и компоненты, которые используются у меня в прототипе. Перечень экранов, перечень компонентов. Ничего не напоминает? Мне эта функция не нужна, но есть и есть, прикольно. Возможно, кто-нибудь из Figma воспользуется ей и порадуется чему-то немножечко привычному. Следующий момент. Появилось новое действие по событию применения стиля. То есть у нас есть, допустим, прямоугольник. Давайте создадим для него новое событие. Допустим, при клике мы выбираем событие «Применить стиль». И теперь при клике по этому прямоугольнику, вот мы его выбираем, мы можем изменить его стиль, как мы хотим. Но, допустим, при клике мы его цвет заливки изменим на вот такой оранжевый. Давайте проверим, что у нас получилось. Вот прямоугольник, вот я по нему кликаю, вот он стал оранжевым. Ну, функция понятная, клевая для создания интерактивных прототипов. В деле пригодится. Следующая штука — это отключение взаимодействий и событий. У меня здесь есть уже какой-то виджет, в нем есть какое-то событие. При открытии, при клике по этому прямоугольнику мы открываем ссылку на страницу «Слэш». Это первая наша страница. Вот эти все мои события. Я могу здесь как события отключить, так и действия внутри этого события. Я думаю, это функция для тех, у кого какие-то эксперименты с событиями и с действиями. Они экспериментируют там с анимацией, с различными вариантами. И мне кажется, это довольно удобная штука может оказаться для такого сложного прототипирования. Наделали здесь кучу всяких событий, какие-то из них ненужные поотключали, поэкспериментировали, включили обратно. Функция полезная. Следующая штука — обращение к компонентам напрямую. Тут теперь мы наконец-то можем... Даже не знаю, как это обернуть правильно, в какую формулировку. При взаимодействии, допустим, со страницей, вот допустим, «Page click or tap», я могу, допустим, сейчас давайте это удалю. Новое взаимодействие со страницей. При клике по странице я могу, допустим, спрятать прямо компонент. Вот эта вот штука — Enter Button — это компонент. Раньше мы с компонентами особо вообще ничего не могли делать, а теперь я могу с ним делать все что угодно. Например, я его могу спрятать. Мне эта функция раньше никогда не была нужна. Вот я демонстрирую. Я кликнул по любому месту на экране, у меня компонент спрятался. Но в принципе мне она была не нужна, потому что я знал, что так нельзя делать и постоянно использовал какие-то обходные пути. Мне это уже было привычно. А так, получается, для новичков эта функция просто прекрасная. То же самое касается создания событий для компонентов. В старых версиях Акшуры, если у нас есть компонент, в разделе Interactions, взаимодействие с этим компонентом, будет пусто. Ничего мы не могли раньше делать с компонентами. А теперь мы можем делать с ним все что угодно. Можем вызывать события по клику. Ну, не все что угодно, видите, их поменьше. Но у нас появились возможности взаимодействия с компонентом. Это классно. Следующий момент — это варианты плавных переходов и анимаций для какого-то элемента. Допустим, если мы захотим вот этот вот виджет при клике по нему спрятать, мы можем использовать анимацию этого исчезания. К примеру, он может исчезать и при этом уменьшаться. И вот я здесь указываю какие-то настройки. Сейчас я не буду вдаваться в подробности. Жму ОК. И теперь при клике на этот прямоугольник в готовом прототипе, он у меня должен плавненько исчезать и уменьшаться. То есть это функция для тех, кто хотел бы использовать в своих прототипах какую-то анимацию. У меня нету больших комментариев по поводу этого момента, потому что в моей практике вот такие вот интерактивные прототипы красивые — это огромная редкость. Но чувствую, что со временем они будут появляться все чаще, если я буду перебираться в сторону пользовательского тестирования, когда надо быстро проверить какой-то интерфейс на целевой аудитории и получить обратную связь. Почему бы не использовать все эти анимации и не разобраться в этом? Дальше. События, возникающие при изменении значений переменных. У нас, допустим, есть глобальные переменные. Вот здесь вот мы ими управляем. И, допустим, у нас есть вот по умолчанию переменная onLoadVariable. Мы можем добавить какие угодно. Я уже добавил переменную testVar. Я могу добавить какую угодно еще переменную. Только буквы, только требования у нас тут есть к переменным. Давайте мы эти требования выполним. DFG она называется. И теперь, допустим, я создаю новое взаимодействие со страницей и вижу, что у нас есть возможность выбрать событие, которое звучит как при изменении значения конкретной переменной. То есть, если у меня здесь будет 10 переменных в прототипе, я их могу здесь указать. Опять же, мне эта функция особо не нужна, потому что я привык ее решать в предыдущих версиях программы какими-то другими костылями. Так она облегчает жизнь новых пользователей. На мой workflow это практически никак не повлияет. Ну, возможно, со временем, когда я привыкну к новой версии, опять же, если мне придется это делать, я все еще работаю в восьмой версии программы. В первую очередь, потому что она мне принадлежит. А все, что там начиная с 10 версии, оно работает по подписной модели. Я должен ее арендовать. Мне это не нравится. Но посмотрим, что у нас дальше. Анимация с помощью переходов и трансформации. Вот это многим понравится. Вот у меня есть прямоугольник. Давайте плавно повернем прямоугольник на 90% при наведении. Вот у нас есть такая менюшечка. Style Effects. Эффекты стилей. Я могу сюда добавить эффект стиля при наведении мышки на этот прямоугольник. И мы его трансформируем. Как мы его трансформируем? Мы его повернем по часовой стрелке на 90 градусов. Как видим, мы тут еще можем изменить его размер и переместить из одной позиции в другую на экране. То есть какое-то движение показать. Окей. Окей. Если я сейчас нажму на Play, то при наведении на этот прямоугольник он у меня мгновенно встанет в вертикальное положение, повернувшись на 90 градусов. А чтобы показать плавный переход, у нас есть вот такая вот кнопочка Transition and Origin. И мы смягчаем этот переход. Допустим, у нас будет линейный переход в течение 500 миллисекунд. Это полсекунды. Сохраняем, смотрим, что получилось. И вот он у нас в течение полсекунды поворачивается направо. Сами понимаете, какие здесь открываются возможности по анимациям. Тем более, вы это все уже делали в Figma. Дальше. Очень полезная функция. Тоже, конечно же, мы ее все видели в Figma. Это распределение элементов по сетке. Я выбираю несколько элементов. Кликаю правой кнопкой. Вижу здесь Distribute. У нас всегда в Акшоре были Distribute горизонтали и Distribute вертикали. То есть равномерно распределить элементы между собой по горизонтали или по вертикали. А теперь есть распределить по сетке. Вот я жму их. И вот он как-то сам мне решил, что эти три элемента должны быть распределены вот так вот в горизонталь, друг с другом вплотную. Но теперь, если я наложусь на эту группу элементов, я вижу между ними вот такую вот красную штучку, за которую я могу тянуть и изменять расстояние между элементами одновременно между всеми. А еще я могу менять элементы местами. Посередине элемента здесь такие шесть красных розовых точечек. Я могу их перетащить и поменять местами. Функция удобная, полезная, я считаю. Также ее можно видеть здесь во вкладке Стиле. Я могу здесь ручками задать, допустим, расстояние между этими тремя элементами в десятку. Для тех, кто старается в прототипах делать что-то уже ближе к верстке и к дизайну, это очень полезная функция. Ну и напоследок, новое свойство с размытием виджета или фона. Здесь у меня есть какой-то объект. Я сейчас при, ну даже не знаю, при наведении на этот объект изменю его стиль таким образом, что у него будет размытие внутри этого виджета. Я не только ставлю эту галочку, я еще должен нажать вот сюда, поставить галочку сюда, указать радиус этого размытия и нажать на ОК. И теперь, по идее, когда я наведу на него курсор, он у меня будет размытым. Ну, клевая такая функция. То же самое касается размытия за этим виджетом. Я сначала по описанию неправильно понял, как это работает. Я подумал, что я наведусь на виджет, и все на странице, что за ним, оно будет заблюрено. Но это не так. И только опытным путем я понял, как это работает. Давайте при наведении мышкой на него я отключу блер внутри виджета, добавлю блер снаружи виджета. Окей. Посмотрим, что получилось. А ничего не получилось. А если я сделаю этот виджет прозрачным, уберу из него заливку, и еще раз посмотрю, что получилось, то я увижу, что вот когда он прозрачный, то сзади него действительно все размывается. И поэтому, если мне придется сделать какую-нибудь модалочку, за которой все размывается, то эта модалочка будет из двух составляющих. Сначала мне придется сделать такую здоровенную прозрачную подложечку, которая и будет блерить все, что за модалочкой, а потом уже поверх нее накладывать модалочку. Надеюсь, те, кто в теме, поняли, что я имел в виду. На вот этой вот страничке с описанием можно увидеть такую штуку, как and more. У нас есть еще много всяких классных штуках, но почему-то об этих штуках здесь не написали, поэтому мне особо и рассказывать не о чем. Вот эти вот штуки, я их даже не затрагиваю, они не интересные. К примеру, можно изменить тип курсора для разных типов страниц. Здесь у меня вот такой курсор при взаимодействии. Если бы я показывал прототип для мобильного устройства, у меня был бы такой шарик, как бы имитирующий нажатие пальцами. И вот теперь я могу этим управлять вручную, где использовать эти кружочки, а где использовать стрелочки. Ну то есть, по мне так ничего интересного. Какой вывод? Акшура продолжает все-таки двигаться в сторону фигмы больше, чем в сторону Акшуры. Я бы это так сказал. Я как проектировщик именно интерактивных прототипов и вот без оглядки на дизайн. Наверное, ожидал бы много разных других функций, которые мне помогут в проектировании, в, как сказать, с просматривании всего этого процесса в разрезе каких-то пользовательских сценариев, а не набора экранов. Но Акшура смотрит на фигму, на ее популярность. Опять же, это мое личное мнение. Может быть, и не так все. Может быть, они делают что-то более умное и пытаются внедрять какие-то все новые и новые функции, которые будут привычны пользователям фигмы. Я в этом лично большого смысла не вижу. А на этом все. Спасибо за внимание. В описании к этому ролику вы найдете всякие полезные ссылки. Присоединяйтесь к моему телеграм-каналу. Увидимся с вами в следующий раз. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok